Здравствуйте! В интернете в последнее время обсуждается новость, что в России запретили свободный сбор ягод, грибов и березового сока. Делать это теперь разрешено только, если вы арендовали участок и с него собираете грибы и ягоды. А если шляпка гриба меньше полутора сантиметров в диаметре, то брать его нельзя. Частично, конечно, это правда. Существует приказ Минприроды о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов. Это правда. И заработал он с 2021 года. В приказе прямо написано, что он не регулирует сборы для личных нужд. Речь только о заготовке для бизнеса. Когда сок собирается тысячами литров на продажу, а грибы тоннами. Вот тогда, пожалуйста, арендовали себе кусок леса, развели там нужные культуры и собираете, что хотели. Это законная собственность бизнеса. Эти правила никак не касаются обычных людей, даже тех, кто грибы собирает для себя ведрами, щавель, пакетами, ягоды, корзинами, а сок – канистрами. Правда, стоит отметить, что в некоторых регионах могут быть свои правила сбора лесных ресурсов. Например, что грибы надо собирать руками и срезать ножом, а не вырывать их вместе с грибницей. Или что нельзя собирать очень маленькие грибы и несозревшие ягоды. Может даже регулироваться диаметр берез для заготовки сока. Ничего критичного в этих правилах нет. Так, например, такие правила утверждены в Тульской, Амурской и Ивановской областях. Везде в этих законах указано, что собирать грибы, ягоды, березовый сок и растения можно бесплатно, свободно, исходя из своих личных потребностей. Продавать собранные грибы и ягоды, кстати, тоже можно без налогов и кассы. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу в Телеграм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!